На территории Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области, ввели штрафы за жестокое обращение с животными. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, штрафовать будут за жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаков уголовного преступления. Предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 5 до 100 тысяч рублей. Также причинение животными вреда гражданам и имуществу предусматривает для их владельцев денежное наказание от 10 до 200 тысяч рублей. И, в частности, один из важнейших моментов, которые здесь отражены, это, конечно, ответственность за причинение вреда здоровью гражданам. Это за жестокое обращение, это за выброс животных, оставление. Вот уже за эти моменты есть, это уже большой сдвиг, по которому мы будем работать. В действующем законодательстве размута границы между административной и уголовной ответственностью за жестокое обращение с животными. Нет официальной трактовки многих понятий, таких как, например, надлежащий уход. Практика по нововведениям пока также отсутствует. Кроме того, ветеринарные агентства имеют право только предупреждать и реагируют на происшествия по факту. Тем не менее, введение на официальном уровне административной ответственности за поведение и содержание животных – большой шаг для российского законодательства. Подобные инициативы отобряют многие жители нашего региона. Может, все животные должны быть под присмотром, а не так, чтобы они были на свободном выгуле и не на присмотре, чтобы не заботились о них. А это правильное решение. Если приняли законы, значит, нужно. Уже дошли мы до того, что собаки кидаются и детей кусают. Мое мнение, что все-таки, если ты завел собаку, нужно за нее отвечать. Абсолютно верно, и давно пора, потому что есть участки города, где ходишь и чувствуешь себя незащищенным. Происшествия, связанные с безответственностью хозяев в Ульяновской области, встречаются регулярно. Например, недавно на Сельдинском шоссе нашли собаку, привязанную к дереву. А на улице Ливаново в Заволжском районе бойцовский питболь напал на шпица. В том же новом городе ульяновцы многократно жаловались и на Алабая, который самостоятельно гуляет по округе. Уже зафиксировано несколько случаев нападения на людей и других собак. Хозяевам всегда стоит помнить, что они полностью несут ответственность за жизнь и поведение питомца. То, что кажется мелочью, например, отсутствие намордника и поводка, может быть смертельно опасно для окружающих. Часто в Ульяновской области происходит и нападение бродячих собак на людей. Как правило, страдают дети. Например, в декабре прошлого года на девочку из Ишеевки напала стая бродячих собак, когда та возвращалась из школы. Ребенку порвали одежду, повредили руки и ноги. Кроме того, девочке прошлось пройти долгое лечение от бешенства. Мама ребенка подала в суд на администрацию. По итогу рассмотрения искового заявления в суде, суд согласился с требованием прокурора, удовлетворил исковые требования, изыскал с администрации района в пользу ребенка 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. В настоящее время прокуратура добилась того, что это решение было исполнено в полном объеме, деньги выплачены. Помимо принятых изменений, законодательство продолжает совершенствоваться. На сегодняшний день обсуждаются вопросы обязательной регистрации животных, штрафов за самов угол и многое другое.